Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Судьба собора Святой Софии. Рассказывает искусствовед-востоковед Полина Любимова. Область знаний. И сегодня мы поговорим о очень интересной судьбе, наполненной сложными перипетиями. О судьбе знаменитого памятника, без которого невозможно представить себе не только развитие христианского зодчества, не только развитие византийского зодчества, но саму судьбу, пожалуй, Византийской империи, судьбу Османской империи. Словом памятник, который является символом не только всего христианского мира, но сегодня, наверное, уже во многом и символом мусульманского мира. Мы говорить с вами сегодня будем о Соборе Святой Софии. Соборе Премудрости Божьей, если правильно переводить название этого храма, а ныне носящего статус мечети и называемой Айя София. В статус этот он вернулся буквально несколько лет назад. Поговорим о том, как так получилось, как главная христианская святыня стала главной мусульманской святыней, потом недолго побыла музеем, а дальше вновь стала мечетью. Напомню до вам, дорогие друзья, что изначально Собор Святой Софии – это знаменитое строение эпохи византийского императора Юстиниана. Освящен был Собор в 537 году, 22 декабря, епископом Миной. И, войдя под своды этого самого значительного на тот момент сооружения вообще на всей карте христианского мира, да, наверное, и не только христианского, Юстиниан произнес фразу «Соломон, я превзошел тебя», намекая на то, что даже храм Соломона ветхозаветный – ничто в сравнении с Собором Святой Софии. Впоследствии византийская эпоха была, конечно, периодом особого звучания этого памятника. Он был непреложным символом византийской государственности, сердцем империи. Но, начиная с начала XIII века, начинает переживать различные метаморфозы. Уже в 1201 году, во время четвертого крестового похода, который длится три года, София меняет, скажем, свой христианский вектор. И в 1204 году становится католическим собором. Была и такая страница в ее истории. Вплоть до 1961 года она выполняла функции главного собора Латинской империи Константинополя. Как называлось государство, ненадолго созданное товарищами, представляющими четвертый крестовый поход. Впоследствии в 1261 году ненадолго она стала православным храмом снова. Вплоть до 1453 года, когда 29 мая Константинополь был в итоге покорен султаном Мехмедом II Фатихом или Абульфетхом, отцом завоеваний. Который на протяжении двух лет занимался осадой Константинополя и заодно всей Византии. Потому что, в принципе, Византийская империя к середине XV века реально уживалась в рамках границы стен Феодосия. То есть это достаточно небольшая часть города. И очень часто наше, опять же, сознание и такое широкое, наверное, массовое мифологизированное поле рождает нам совершенно иную картину. Потому что вот была могучая империя, вдруг ее стали осаждать какие-то непонятные воины, тюрки, вообще там варвары, которые ворвались в город, перебили там всех священников по трупам, стали скакать и вообще там разрушать христианские святыни. Как всегда, на деле, все было наоборот, потому что империя была в агонии уже очень давно. Она очень давно уже не то чтобы сильно была в порядке, извините за такой совсем не исторический, не искусствоведческий оборот. Хроники нам дают картину довольно плачевную. В соборе Святой Софии еле держались двери в петлях, она находилась в абсолютном запустении. Но при этом, при всем, Мехмед II Фатих, войдя в город и оказавшись перед храмом премудрости Божией, вообще-то говоря, упал на колени, посыпал голову землей и произнес вот те самые знаменитые слова о том, что воистину люди эти были и ушли, а иных им подобных не будет. Говоря о тех людях, которые вообще построили эту махину, которые формировали Византийскую империю, которые своими руками создали расцвет этой империи. И османские императоры, на самом деле, считали себя абсолютно полными преемниками византийских императоров. Если бы кому-то из османских императоров кто-нибудь бы сказал, что ты турок, да этот человек бы просто сразу же отправился бы на тот свет, потому что это было бы страшным оскорблением. Они себя мыслили преемниками византийских императоров. И тоже надо понимать, что огромное количество византийского аппарата, я имею в виду анбитисоративный, например, аппарат, он в итоге вошел в состав нового османского правительства. Просто все быстренько приняли ислам, получили турецкие имена. Я имею в виду, не знаю, племянников, братьев, императоров, да, и вообще, условно говоря, весь византийский став. То есть не было каких-то кровавых, страшных, там, вообще бурь, да, и лавин. Да, конечно, был захват города, да, это была изнурительная осада, длившаяся, там, не один год, но тем не менее. Судьба собора Святой Софии Область знаний Разумеется, собор Святой Софии было очень важно восстановить, отстроить, сохранить, чтобы он снова стал символом новой империи, которая получила в свои руки такое, ну, просто невероятное сокровище. Храм, о котором знали буквально все на свете. Уже при Мехмеде II начинается процесс преобразования собора Святой Софии из христианского православного храма в мечеть. Но, опять же, очень часто мы эту картинку видим так. Пришли какие-то турки, все замазали какой-то краской, раскидали везде ковры, прорезали в стенах мехрабы, начали петь азаны с минаретов, и все. Тут мне тоже придется вас расстроить, друзья. Максимальная площадь закрытия образов в интерьере собора Святой Софии порешилась на конец XVII-XVIII век. Это было связано с особым ужесточением, ну, скажем так, вообще мусульманского режима в империи. Но уже с середины XIX века, с приходом эпохи Танзимата, это было особое время очень мощной европеизации империи, образы стали раскрывать. В начале XX века собор стал, ну, мечеть, да, стала музеем, все раскрыли до конца, и, в принципе, как многие видели сегодня, тоже ничего не замазано. Белые полотнища закрывают знаменитые мозаики, и то турки уже придумали, как жить в такой ситуации, сделали второй этаж музеем, где все можно увидеть и посмотреть, и собор Святой Софии остается таким храмом для всех верующих всего мира. Если говорить о последовательном превращении храма в мечеть, вернемся сейчас в эпоху Мехмеда, при Мехмеде появляется лишь один минарет в юго-восточной части здания. Если сегодня смотреть на собор, можно заметить, что все минареты разные. Два абсолютно разные, два есть минарета-близнеца. Вот самый ранний минарет, он сегодня обладает таким красно-кирпичным фустом, то есть стволом, да. Вот это как раз самый ранний минарет Мехмедовой поры, он 1481 года, он изначально вообще был деревянным, ну потому что важно было сначала очень быстро, естественно, поставить хоть какой-то, хотя бы деревянный минарет, потом он стал кирпичным. В XIX веке его немножко дорастили в высоту, чтобы сравнять с братьями. Также в конце XV века появился в северо-восточной части еще один минарет, который тоже изначально был деревянным, и только в эпоху уже Боязида, который стал каменным. При Мехмеде также при соборе Святой Софии появляется медресе, медресе-фатиха, как она называлась, то есть высшее духовное учебное заведение. Кстати, медресе было разрушено в 1936 году, но сегодня вновь восстановлено. То есть, по сути, из внешних вмешательств к концу XV века было два маленьких деревянных минаретика, и были некоторые изменения в интерьере. Они касались таких очень важных составляющих любого интерьера мусульманского храма. Речь идет о Мехрабе прежде всего. Это специальная ниша в стене, которая маркирует направление на Мекку. То есть, очень важно было обратить молящихся с направления на восток, которое присуще всем христианским храмам, на направление на Мекку. Появился в интерьере Мехраб, появился Минбар, это такая специальная кафедра, на которую поднимается священнослужитель во время молитвы. И в 1498 году появился ковер, который закрыл вот эти мраморные ястиниановые полы, и, в принципе, все. Следующие важные изменения случились уже в XVI веке. Во-первых, очень важное событие связано было с эпохой правления Селима I Евуза. Это правитель, который открывает XVI век, предшественник Сулеймана Великолепного. Дело в том, что в это время к империи присоединяются территории священных городов. Мусульман, Мекки, Медины. Падение басидского арабского халифата привело к тому, что, по сути, правитель Османской империи принял статус служитель священных городов, и что очень сильно выделило османского султана среди многих других мусульманских правителей мира. Вот есть миф о том, что последний аббасидский халиф передавал халифат Селиму под сводами Собора Святой Софии. Это, конечно, миф, но, тем не менее, его появление в истории для нас тоже очень важно, потому что такие легенды, они снова и снова, ну, скажем, наращивают мощь памятника в широком сознании. При Сулеймане Великолепном продолжили забелять мозаики вокруг царских врат. Немножко замазок было сделано еще в конце XV века, но только, опять же, вокруг мехраба, потому что, ну, важно было хотя бы не молиться на образы, да, повернувшись в сторону Мекки. Но в целом, чтобы закрыть росписи Собора Святой Софии, понадобился действительно не один век. Еще очень важные события XVI века связаны с личностью великого османского архитектора Мемара Синана, автора значительной части самых главных построек в истории османского искусства. При Селиме II, преемнике Сулеймана Великолепного, Мемар Синан проводит глобальную реконструкцию Собора Святой Софии. И очень многие историки, архитекторы говорят о том, что если бы эта реконструкция не прошла, возможно, Собор Святой Софии до сегодняшнего дня не украшал наш мир. Потому что понятно, что зданию на тот момент было тысячи лет, здание ползло во все стороны. Что сделал Синан? Он добавил с двух сторон такие специальные подпорные блоки, контрфорсы, которые призваны были остановить расползание здания, и пристроил еще два минарета для того, чтобы их всего стало четыре. И вот, собственно, северо-западные и юго-западные минареты, или минареты-близнецы, это как раз продукты реконструкции Синана, которые завершили формирование вот этой четверки минаретов в ансамбле Собора Святой Софии. Также Синан сделал еще одну очень важную вещь. Друзья, представьте, что до Синановской реконструкции и Собор Святой Софии буквально со всех сторон был окружен очень и очень насыщенной городской жизнью. Вот мы сегодня смотрим на Софию как на изолированную туристическую достопримечательность. Вот она стоит, просто вообще блистает, и ничто нас не отвлекает от любования и созерцания этого знаменитого памятника. Так не было до реконструкции Синана. И только Синан первый заговорил о том, что, вообще-то говоря, нужно создать некую слепую зону вокруг собора. Для этого в радиусе 24 метров он снес все, что позволило, опять же, очень важным образом выделить памятник в городской среде. И при Синане появился полумесяц на, собственно, крыше главного купола. Тоже его не было, да, с, в общем, захвата Константинополя вплоть до второй половины XVI века. Также при Селиме появляются первые мавзолеи на территории ансамбля собора Святой Софии. По сути, в исламе запрещено какое-либо погребение на территории самого культового комплекса. То есть в христианской традиции можно в крипте собора похоронить священника, да, в исламе никого нельзя хоронить, ни в какой части собора, но можно рядом с мечетью построить мавзолей и тюрбе. И вот строительство тюрбе Селима как раз, по сути, превратило собор Святой Софии еще и в мемориальную имперскую мечеть. При правлении Ахмеда I в начале XVII века в интерьере появились изразцы, те самые, изникские, буквально там одну-две плиточки и сегодня можно увидеть в интерьере. Друзья, это очень узнаваемая плитка, белофонная, с цветочными мотивами, которая вам прекрасно известна по массе других османских памятников. И вот как раз на протяжении XVII и первой половины XVIII века площади покрытия и закрытия образов достигли пика. Как я уже говорила в самом начале, это было связано вообще с усилением влияния мусульманского духовенства, с усилением вообще влияния религиозных правил и устоев вообще на некое государственное уложение. И еще очень важное событие XVIII века – это превращение ансамбля собора в эпоху правления султана Махмуда в кюль-лие. Что такое кюль-лие? Кюль-лие на самом деле из себя представляет вообще любой крупный мечетный ансамбль. Это объединение самых разных зданий вокруг мечети. Если вокруг мечети установить медресе, столовую для бедных, какие-то лавки, бани, базарчик небольшой, вот получится кюль-лие, то есть такая абсолютно самостоятельная городская структура, объединяющая здания самого разного назначения. Вот до, собственно, там середины XVIII века София не была кюль-лие, а впоследствии ей стала. Судьба собора Святой Софии Область знаний И, как я уже говорила, в XIX веке начинается откат. Начинается на фоне активной европеизации Османской империи в эпоху правления Абдул-Меджида, эпоха Танзимата, так называемая. И Абдул-Меджид, который занимался во многом тем же самым, чем когда-то у нас занимался Петр, регламентировал длину бороды, ношение штанов и головных уборов. Он приглашает в Стамбул двух швейцарцев, Гаспаро и Джузеппе Фасатти, заказывает им глобальную реконструкцию. Вот это еще одна очень важная реконструкция в истории здания, которая связана с, опять же, такими судьбоносными изменениями в интерьере. Фасатти начали раскрывать образы обратно, которые предварительно белились и закрывались предыдущими султанами. При них также в интерьере появились вот эти знаменитые огромные круглые панно с каллиграфией, без которых уже сегодня невозможно представить себе интерьер, созданный по проекту художника-каллиграфа Казаскера Мустафы из этой Фенди. Очень часто многие, наверное, задумываются о том, что там вообще написано. Там, в принципе, все довольно просто. Там имя Мухаммада, Али, Хусейна, Хасана, слово Аллах, да, имя Бога бесконечно, прекрасно вам знакомое своими очертаниями, и имена праведных халифов, Али, Абубакра, Умара и Усмана. И к концу XIX века, при том, что София все еще остается мечетью и главным храмом Константинополя, она уже становится настоящей достопримечательностью. Туда водятся экскурсии, это туристический объект, как бы мы сказали сегодня. Процесс этот продолжился и в начале XX века. Но начало XX века для Османской империи время довольно сложное. А многие знают, что в Первую мировую войну Турция поддержала не ту сторону, которую надо было бы. Да, и в итоге Константинополь оказался в оккупации. И вот интересно, что во время британской оккупации города в Соборе Святой Софии прошла литургия, которую отслужил священник Алифтерис Нуфракис. Вот такая тоже... То есть при том, что собор все еще оставался мечетью, по сути, но во время британской оккупации можно было все. И следующее революционное событие было связано уже с 30-ми годами в истории памятника, когда уже в абсолютно ином государстве. Потому что, конечно, Турецкая республика – это не Османская империя, это абсолютно другая страна. В эпоху правления Мустафы Кемали Ататюрка Собор Святой Софии становится музеем в 1935 году. И Мустафа Кемаль Ататюрк, прекрасно понимая, что зданию нужно все больше и больше реставраций, все больше и больше исследований вокруг здания следовало проводить, он приглашает американского археолога, историка Томаса Виттемора, который приезжает в Константинополь и проводит в нем практически 17 лет. занимаясь исследованиями собора, расчистками, реставрацией мозаик. И, в принципе, все то, что мы видим сегодня, это во многом как раз исследования и работы Виттемора, который заодно копал вокруг Софии и нашел там фрагменты более ранних построек того же самого назначения. То есть София Юстиниана – это тоже не первая София, но об этом как-нибудь потом. И в итоге София была музеем вплоть до 2020 года, когда уже Раджеп Таиб Эрдоган в июне 2020 года, 10 числа, решил, что надо возвращать статус мечети. Почему так получилось? Тоже вопрос для такого скорее политического расследования, потому что, конечно, режим Эрдогана сегодня – это одновременная попытка быть и Мустафой Кемалем Ататюрком, мусульманом великолепным, и для Турции сейчас очень важно оставаться и самым светским, вроде как государством мусульманского Востока, и в то же время помнить о своем имперском прошлом. Поэтому Собор Святой Софии стал символом во многом такого абсолютно нового ислама, новой Турецкой Республики. 24 числа того же месяца 2020 года прошел первый намаз за 86 лет, и с тех пор он все еще звучит под сводами этого собора, который, несмотря на самые разные повороты в своей истории и в своей судьбе, продолжает оставаться такой путеводной звездой для верующих буквально всего мира. Рассказывала искусствовед-востоковед Полина Любимова Область знаний